Эффектный Mercedes, элегантный Cadillac и даже Volkswagen, на котором ездил сам Джеймс Бонд. Эти и другие автомобили жители нашего города смогли увидеть своими глазами на всеукраинском фестивале ретро-машин. Посмотреть на уникальные экспонаты пришли десятки запорожцев и гостей города. Нестареющую классику видели и наши журналисты. 150 автомобилей с разных эпох. Вот количество экспонатов фестиваля «Запорожские врата» в этом году. По словам организаторов, необычная ретро-выставка по праву может считаться международной. Например, эти «Волги» приехали в Запорожье из Эстонии. Свою любовь к этой марке машин прибалтийцы объясняют так. Я думаю, если бы, например, мы жили в Америке, тогда мы любили Гарлей Дэвидсон. Поскольку мы жили в Советском Союзе, то один из шести из мира хотел иметь черную «Волгу». А вот Андрей Филатов в своей поездке на ретро-автомобилях превращает в настоящее представление. Включает счетчик, берет у пассажиров по 20 копеек за каждый километр и даже кричит на тех, кто перебегает дорогу на красный свет. Мадам, ну что вы чудите? Как говорит сам, со своей «Волгой» стал неразлучными друзьями. В 80-м году она была откомандирована на Олимпиаду 80, так как машин такси не особо хватало. То есть с определенной бригадой таксистов она была отправлена на Олимпиаду 80 в город Москву. Она из немногих выживших, которые были, которые остались именно этих машин. Впрочем, похвастаться рабочим двигателем тут могут не все машины, сетуют автолюбители. «Симпатичнее приехать своим ходом, а не приехать на эвакуаторе. Здесь в машине полная уверенность. Завел, поехал куда хочешь». Эти авто с легкостью дадут фору любому современному внедорожнику, уверенные организаторы фестиваля. Вот только выводить автотехнику на трассы не спешат. Как говорят сами любители ретро-машин, хорошие автомобили должны ездить только по хорошим дорогам.